Власти Сочи помогут восстановить кровлю сгоревшего дома. Об этом стало известно на планерном совещании главы города. В Сочи открыли первые кадетские классы. Они появились сразу в нескольких школах. Уникальное здание в интересах артистов. Визитная карточка курорта, концертный зал, фестивальный отмечает 40-летний юбилей. На Кубани разработали единую схему размещения точек придорожного сервиса. Об этом говорили на общекраевом планерном совещании. Его провел губернатор Вениамин Кондратьев. Новые объекты для автотуристов появятся как вокруг уже существующих заправок, так и просто вдоль трасс. Всего планируется 41 площадка в 18 районах края. Подобная инфраструктура для отдыха водителей и пассажиров позволит повысить туристическую привлекательность региона, отметил Вениамин Кондратьев. Сегодня на Кубани существует больше 4000 магазинов, кафе, гостиниц и мелких ларьков, работающих около трасс. Но многие из них – хаотичные самострои. Все время мы боремся с этим хаотичным придорожным сервисом. Вот надо прекратить уже эту хаотичную борьбу. То есть у вас есть схема размещения придорожного сервиса. Все есть и на этом ставим точку. И все остальное уже не в счет. И вне закона, если какое-то глава муниципального образования допускает какую-то хаотичную застройку или создание хаотичного придорожного сервиса, это вот персональная ответственность. Только мы для этого должны создать все условия, чтобы ни у кого возможности для этого хаотичного придорожного сервиса не было. Все условия, это от нас зависит. Поэтому утвердили схему придорожного сервиса, проконтролировали, чтобы ее внесли в генпланы и правила землепользования застройки. И на этом ставим точку. А пока мы не создаем правила игры, пока мы не создаем правовое поле вот с такой регламентацией, конечно, кто на что гораст. Кто на что гораст. Это не нравится и местным жителям. Жителям края не нравится, и, конечно, гостям. Многофункциональные придорожные сервисы будут разработаны в двух вариантах. Они станут различаться по своей площади и пропускной способности. Главам районов губернатор поручил привезти выбранные площадки в соответствии с генпланами. Подобные комплексы должны появиться уже к следующему курортному сезону. С начала года курорты Краснодарского края посетили более 13,5 миллионов человек. Большинство отдыхающих приезжали в регион летом. Это 10,5 миллионов человек. Как отметил губернатор, это показательный результат, так как на приток туристов не влияли мировые спортивные события. Например, как чемпионат мира по футболу. То есть край привлекателен сам по себе и выдерживает конкуренцию с зарубежными курортами. Это говорит о том, что мы развиваем курорты Кубани в верном направлении. В крае увеличилось количество комплексных туров, развивается событийный туризм, появились совершенно новые маршруты. В том числе большой межрегиональный проект «Золотое кольцо Боспорского царства». В этом году расширена география внутренних авиаперелетов. Теперь прямыми авиасообщениями с курортами края обеспечены Владикавказ, Воронеж, Саранск, Брянск, Иваново, Калуга и Астрахань. Продолжаем работу по внедрению на курортах системы «Все включено». Такие услуги оказывают уже 70 средств размещения. На 61% больше по сравнению с 2018 годом. Еще одним важным шагом в развитии курортов Кубани стало ограничение высотного жилищного строительства на расстоянии 500 метров от линии моря. Это позволит создавать комфортную инфраструктуру для отдыха, а не возводить на берегу спальные районы. Рабочий день главы региона сегодня прошел в Успенском районе. Губернатор оценил промышленный потенциал муниципалитета. В ходе поездки Вениамин Кондратьев посетил несколько предприятий. Одно из которых – комплекс по производству и хранению минеральных удобрений. Крупный логистический центр построили на месте убыточного кирпичного завода. Объем инвестиций составил 120 миллионов рублей. Высылка Каневской, Славинск-на-Кубани и самый молодой, база номер 4, Конаково. Чтобы не за 3-9 земель ехать, а вот тут. А это для нас принципиально важно. А вы сами знаете, для селян один день, год кормят. Поэтому, чем туда-сюда мотаться, туда приехал ваш логистический центр, взял нужное ведро, как сказал глава, ведро удобрений для личного подсобного хозяйства. И ты уже с удобрениями. И уже все, что нужно, сделал для того, чтобы земельку подкормить, либо в целом там что-то еще сделать. В ходе рабочей поездки глава региона также осмотрел завод по производству металлоконструкции. Сегодня это единственное предприятие в регионе, на котором делают дорожные знаки и элементы для безопасности автотрасс. До начала следующего года на Кубани установят границы зон подтоплений. Задачу завершить эту работу поставил губернатор Кубани. Краснодарский край – регион с повышенной паводковой опасностью. Большая вода приходит к людям практически каждый год. Это также несет огромные убытки для всей экономики края. Как не бороться с потопами, а предупреждать их, узнаем из следующего сюжета. Обширонский, Северский и Туапсинский. В этих районах края местные жители больше всего боятся наступления осени. Повод – постоянные подтопления. По данным регионального управления МЧС, Кубань регулярно страдает от непогоды. Только за 2018-й ущерб от природных катаклизмов составил около 3 миллиардов рублей. Что нужно сделать, чтобы в будущем избежать подобных потерь, обсуждали сегодня на краевой планерке. Ее провел глава региона. После прошлогоднего наводнения сделаны серьезные выводы. За последние 5 лет нам обошлись все наши ликвидации стихийных бедствий в 5 миллиардов рублей. Это только краевому бюджету. Даже вопрос не цены, сколько нам охотится ликвидация, а цена, может быть, и человеческая жизнь. Потому что мы не знаем уровень опасности при том или ином стихийном бедствии. Мы, знаете, как студенты, от сессии до сессии живут студенты весело. Вот от ЧАЭСКИ до ЧАЭСКИ. Ну, это же неправильный алгоритм жизни, я считаю. Зачем мы повторяем одно и то же, как минимум раз в 3, в 4 или в 5 лет? Зачем? Зачем повторяем ошибки? Почему мы не можем это уже не допустить с точки зрения правильных, грамотных действий? В крае уже проводится работа по определению зон затопления и подтопления. О ней губернатору докладывает главный архитектор края. В документе сначала будут установлены границы территории, наиболее подверженных наводнению. Сегодня специалисты исследуют участки рек протяженностью более 4 тысяч километров. Проведено лазерное воздушное сканирование, а также буровые работы. Такое масштабное обследование должно быть завершено к концу года. Это позволит в дальнейшем понять, как действовать в конкретном городе или районе. Где-то проблемы решат берегоукрепительные работы, а где-то и вовсе нужны кардинальные меры. Глупо будет выглядеть, если мы сейчас начнем делать берегоукрепление. Будем делать инженерные защитные территории, а потом мы эту зону согласуем. И нам ее согласуют, что это зона, которая однозначно подлежит регламенту, где люди будут переселяться. Ну это же, сперва изначально деньги мы выделим на одно и освоим даже есть, а потом получим другой совсем результат. И нелогично, и неправильно. Поэтому мне и важно здесь, чтобы мы были достаточно активны с пониманием того, что с каждой зоной подтопления нас ждет. Либо это зона, которая подлежит отселению, либо мы делаем инженерные системы защиты, очень мощные берегоукрепления, которые на самом деле позволят нам избежать разрушения. Поэтому мне нужны сроки. Когда мы будем уже на финишную прямую, когда в конечном счете поймем, что все согласовано, и надо приступать к строительству домов для тех, куда мы будем отселять. Виктор Иванович, конечный мы так для себя определили максимальный срок, это начало 2020 года. Начало 2020 года. Мы очень надеемся, что нам удастся в четырех федеральных ведомствах запараллелить процесс согласования. Мы разошлем во все инстанции. Одновременно. И однозначно будем просить вашей поддержки для того, чтобы максимально это ускорить. Поскольку на территории страны Краснодарский край в части обводненности одна из самых сложных территорий. Проект границ зон подтопления в начале следующего года предстоит согласовать с федеральными ведомствами, а затем внести изменения в генпланы муниципалитетов. Конечно, решение проблемы в целом по краю потребует немалого финансирования. Однако эти суммы сопоставимы с теми, которые выделяли на ликвидацию последствий ЧАЭС и компенсации пострадавшим. Например, только в Туапсинском районе из местного бюджета в прошлом году на это было потрачено более 100 миллионов рублей. Есть причина и следствие. Мы сегодня начали бороться именно с причиной. То есть нам, отселив людей, мы самое главное спасенных. И второе, мы уйдем от тех ежегодных практически сегодня выплат, которые несет бюджеты всех уровней, на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. В границах зон подтопления и затопления будет также запрещено строительство. Это касается выделения земельных участков. И пока готовится проект, работу с людьми нужно вести уже сейчас, обращается Вениамин Кондратьев, глава муниципалитетов. Это недопустимо, когда в подтопляемых районах появляются новые дома. Жить в таких местах просто небезопасно. Главы муниципальных образований в потенциально опасных территориях, ну безусловно, разрешения на строительство не должны выдаваться. Я понимаю, коллеги, что у вас сегодня не может быть правового основания не выдавать разрешения на строительство. Но здесь нужно посредством переговоров с людьми все-таки убеждать их воздержаться от каких-либо строительств на этих территориях. С людьми нужно вести переговоры, потенциально еще с потёркой уже с ними вместе и просчитывать последствия того, что если они оказались в зоне уже подтопления, это диалог. Диалог с населением, с каждым конкретным человеком. С жителями края нужно обсуждать необходимость страхования жилья. Тем более, что в начале августа в России вступило в силу изменения в федеральный закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Кубань вошла в число пилотных регионов, которые разработают программу добровольного страхования. Она позволит гарантировать пострадавшим полную компенсацию в случае утери имущества. В Сочи закрывают и опечатывают незаконные торговые объекты. Ларки и павильоны отключают от водоснабжения и электричества. Вводится запрет на введение предпринимательской деятельности. Нарушения выявляют сотрудники мэрии. Об итогах рейда доложили главе города Сочи на планерном совещании. Сочинцы разворачивают торговлю на участках под ИЖС. Только в Лазаревском районе выявлено 450 нарушений земельного законодательства. В Адлере – 265. Рейды проводятся судебными приставами, поэтому торговые ларьки они тут же опечатывают, отключают от воды и света. Основная причина – участки, занятые торговыми объектами, предназначены исключительно для частного дома. Сейчас нам надо бить тревогу. Огромное количество нарушений земельного законодательства. Но для того, чтобы его прекратить, нужно немедленно обеспечительные меры наложить. Администрация их пытается сделать, но не все суды принимают эти решения. И поэтому есть необходимость обратиться к председателю краевого суда. Давайте это сделаем. И продолжаем эту работу по другим районам. В рейды завтрашнего дня пойдут и другие сотрудники администрации. Но уже по другому поводу. По поручению главы города Управление молодежной политики вместе с полицией возобновляют борьбу с курением. Сочинцев призывают присоединиться к акции «Сочи без табака», которая призвана привлечь горожан к здоровому образу жизни. Что же касается курильщиков, то они не просто вредят своему здоровью, но еще и загрязняют улицы. А курки – самый распространенный вид мусора в Сочи. Особенно их много на остановках и в местах стоянок такси и автобусов. Но перевозчики от обвинений отмахиваются даже при упоминании о штрафах. Пришлю эти штрафы по почте. Все? Довольны? Скажите, пожалуйста, а почему вы курите в общественном месте? Я курю на вокзале. Это общественное место, остановка. Ну, а где мне курить? Это не общественное место. Это остановка. А вот пассажиры, с которыми работают и таксисты, и водители автобусов, другого мнения. И в первую очередь горожан беспокоит санитарное состояние курорта. Люди рядом дышат этим же воздухом, дети дышат этим же воздухом. Поэтому сейчас надо все усилия приложить к тому, чтобы люди не курили меньше. Представьте, во-первых, им вред здоровью, и город загрязняют. Ну да, да, вообще грязновато для Сочи, конечно. Все оплевано как-то вот так. Ой, вообще против курения. Ну, во-первых, запах, да. Как-то им вообще неприятно. Как-то пепел летит в глаза. Ну, ноль культуры называется. Устранять плоды без культуры в эту субботу будут во всем Сочи. Глава города 7 сентября объявляет днем Большого субботника. Мусора в городе стало больше, отмечает Пахомов. Такие выводы мэр делает на регулярных обходах районов. Мы действительно по всем, и по благоустройству, и по красоте, и по качеству жизни, по рейтингам российским всегда находимся в десятке, как минимум. Что касается привлечения туристов, мы всегда первые. И это надо сохранить. Я напомню всем, что, особенно главам районов, что приведение к единому архитектурному облику – это сегодня наш проект. Главы районов вместе с департаментом дизайна, ну-ка вернитесь к этому делу, обходите. Пишите предписание, ссылайтесь на правила благоустройства. Давайте одно, второе, третье предупреждение, что они должны привезти. Как привезти? Фасады покрасить. Как привезти? Во дворе навести порядок. Также на планерке Анатолий Пахомов поручил департаменту строительства помочь решить вопрос с ремонтом кровли дома, в котором накануне случился пожар. Напомню, в двух домах в переулке Лечебном сгорела мансарда, выгорело 14 квартир. Ремонтные работы должны быть завершены до начала холодов. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 5 сентября в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22. Днем 25-27 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 26. Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров от «Соут». Море золота, новинки фэшн-индустрии, скидки, акции. Ежедневный розыгрыш ювелирных изделий и билетов на шоу. С 12 по 15 сентября. Жемчужина. Вход свободный. Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров от «Соут». Море золота, новинки фэшн-индустрии, скидки, акции. С 12 по 15 сентября. Жемчужина. Вход свободный. «Соут.ру». Категория 0+. Сочинцы смогут выбрать народного участкового. В этом году одноименный всероссийский конкурс проводится девятый раз. Лучшего участкового выбирают путем голосования в интернете. Победителем станет полицейский, получивший высший коэффициент доверия. Это соотношение количества жителей региона к количеству отданных за участкового голосов. Онлайн-голосование за участников районного этапа будет проходить с 11 по 20 сентября на официальном сайте Краевого управления МВД. В голосовании могут принять участие все желающие. Ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами каждого конкурсанта, отзывами сослуживцев и простых граждан можно тут же на сайте управления. Далее лидеры районного этапа примут участие в региональном туре с 7 по 16 октября. Ну и лучший участковый в итоге представит Краснодарский край в финале конкурса, который проводится на сайте МВД России mvd.ru. А в Сочи открыли первые кадетские классы Росгвардии. Они появились сразу в нескольких школах. Почетное звание кадетов будут носить более сотни пятиклассников в гимназии номер 5, 18 и 66 школах. Личный состав воинской части Росгвардии ОМОНа взял шефство над кадетскими классами. Теперь наряду с обязательными предметами дети углубленно будут изучать право и историю, а под руководством офицеров им предстоит заниматься строевой и физподготовкой, изучать ряд военных предметов. Ученица гимназии номер 5 Кира Матвеева с выбором определилась сразу, пошла по стопам отца. Он у нее военный. Я решила пойти в кадетский класс, потому что мне нравятся военные кадеты. Я умею маршировать, и меня научил папа. Появление кадетских классов – это ответ на пожелания родителей. Как выяснили педагоги, многие ученики хотели бы в будущем поступить в военные вузы. Отбор начался заблаговременно, буквально за целый год проводилась эта работа. Это желания родителей и учащихся однозначно, но это еще и результаты рейтинга. Здесь собраны дети с отличными и хорошими результатами обучения, дети с хорошей физической подготовкой. Те учащиеся, которые сдавали нормативы ГТО. Знакомство шефов и их маленьких подопечных продолжилось в гостях у отряда ОМОН. Офицеры Росгвардии рассказали о задачах подразделения, продемонстрировали элементы снаряжения и вооружения. А еще работу робота-манипулятора. Интерес урок вызвал не только у ребят, но и у родителей. Один из отцов даже примерил костюм сапера. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Глава Сочи сегодня встретился с потенциальными наставниками трудных подростков. На встречу с мэром пригласили спортивных тренеров, а также руководителей различных творческих кружков и студий. Каждый из них будет помогать в работе с трудными подростками. Тренеры и педагоги станут для таких ребят наставниками. В Сочи сегодня на учете стоит 308 детей. Более 30 из них совершили преступления, кражи, грабежи, угон машин. Многие из трудных детей воспитываются в неполных семьях. И именно наставники могут стать для этих подростков достойным примером. В прошлом году благодаря развесию института наставничества в Сочи, это инициатива Анатолия Пахомова, с профилактического учета в полиции было снято 16 человек. Также глава города подчеркнул, что важно вести работу и с теми детьми, которые пока кроме школы не посещают никаких других занятий. А вот нам надо сделать так, чтобы эти 30%, которые остались, вот их надо вовлечь в спорт, их надо вовлечь в культуру, в музыкальные учреждения. Чаще всего эти дети получаются у нас брошены. И вот это как раз категория та, из которых у нас появляются и дети, которые уже стоят на учете. Список ребят, которые не ходят в кружки и секции, в каждой из школ нужно составить до конца месяца, поставил задачу мэр. Ну а выяснить, чем увлекается ребенок и что ему может быть интересно, спорт или творчество, должны помочь определить учителя. Сочинские школьники заступили на почетную вахту памяти. Пост номер один выставлен у мемориала погибшим воинам в завокзальном микрорайоне. В следующем году вся страна отметит 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Чтобы молодежь росла с осознанием своей причастности к истории и культуре страны, появилось движение «Пост номер один». Сегодня на дежурство у мемориала заступили курсанты военно-патриотического клуба ВДВ «Патриоты России». Нести вахту памяти, отмечают организаторы, это возможность выразить благодарность предкам за жизнь в мирное время. Беречь свою страну от захватчиков и хранить память о подвигах прадедов курсанты пообещали во время торжественной клятвы. Быть достойным бессмертия наших дедов, отцов и старших товарищей. Клянусь, клянусь, клянусь. Клянусь, клянусь, клянусь. Визитная карточка курорта. Концертный зал фестивальный празднует 40-летний юбилей с круглой датой сотрудников. Главной концертной площадки Сочи поздравило руководство города. Самым лучшим и преданным сотрудникам, которые отдали работе в концертном зале много лет, вручили благодарственные письма и знаки почета. Фестивальный уже много лет остается главной летней площадкой для проведения концертов с участием звезд российской эстрады. За четыре десятилетия на сцене фестивального прошло более пяти тысяч мероприятий. Их посетило свыше девяти миллионов зрителей. Сегодня фестивальный продолжает радовать публику, но город мог лишиться своей визитной карточки. Десять лет назад, когда я только стал мэром Сочи, наш фестивальный уже принадлежал предпринимателям, которые собирались здесь строить торгово-развлекательный центр, ну и два дома жилых. И это было бы совершенно несправедливо. Это визитная карточка города, и ее нужно было сохранить. И мне тогда с моей командой пришлось приложить немало сил. Концертный зал фестиваля был открыт в 1979 году. Он вмещает две с половиной тысячи зрителей. Здание построено по уникальному проекту. Зал открытый, но при этом вокруг него не найдется ни одной точки, откуда была бы видна сцена. Только из зрительного зала. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok